Племя догонов, Сириус и дельфиноподобные существа. Роберт Темпл был одним из первых, кто обнародовал определенную информацию, хотя ученые давно знали об этом африканском племени в районе Тимбукту, Мали, называемом догонами. Это племя хранило информацию, которую по любым стандартам мировоззрения они просто не могли иметь. Их информация разрушает наше представление о себе, как о единственных разумных существах Вселенной. Видите ли, в стране догонов есть пещера, уходящая вглубь, в горы, и в этой пещере есть настенные рисунки, которым более 700 лет. Особый человек, святой их племени, сидит у входа в пещеру, чтобы защитить ее. Это его жизненная работа. Этого человека кормят, заботятся о нем, но никто не смеет к нему прикоснуться или подойти близко. Когда он умирает, рукой святой занимает его место. В этой пещере находятся удивительные рисунки. Я собираюсь вам рассказать одну из фрагментов этой информации. И это только два фрагмента из многих. Речь идет о Сириусе, самой яркой звезде на небе. Видимая звездная величина 1,4, которая теперь называется Сириус А. Если посмотреть на пояс Ориона, это три звезды, выстревшиеся в ряд, и продолжить линию вниз и влево, то можно увидеть яркую звезду, которая есть Сириус А. А если пойти вверх от пояса примерно на двойное расстояние, то видны плеяды. Информация в пещере догонов недвусмысленно указывает на другую звезду, вращающуюся вокруг Сириуса. Догоны очень конкретно описывают эту звезду. Они говорят, она очень-очень старая и очень маленькая. Звезды состоят из того, что они называют самым тяжелым веществом во Вселенной. Что близко к истине, но не совсем точно. И еще они говорят, что эта маленькая звезда совершает оборот вокруг Сириуса за период близких 50 годам. Это очень подробная информация. И астрономы смогли установить существование Сириуса Б, белого карлика, в 1862 году. И только 15-20 лет назад они смогли подтвердить остальную информацию. Звезды, как вы сами видите, очень похожи на людей. Они живые, у них есть индивидуальность. И многие их качества, подобно тем, какие имеем мы, выражаясь научным языком, у них есть свои стадии роста. Они, начиная со стадии водородного Солнца, как наше Солнце, где два атома водорода соединяются в реакции синтеза с образованием гелия, этот процесс создает всю жизнь и свет, который есть на этой планете. По мере того, как звезда становятся старше, начинается другой процесс синтеза на основе гелия, при котором три атома гелия соединяются с образованием углерода. Этот процесс роста длится через разные стадии до тех пор, пока не пройдет весь путь наверх до определенного атомного уровня. Периодическая таблица химических элементов в этой точке звезда доходит до конца отведенной ей продолжительности жизни. В конце жизни, насколько нам известно, есть две основные вещи, которые могут произойти со звездой. Новые данные о пульсарах и магнитарах дают другие возможности выбора. Во-первых, она может взорваться и стать сверхновой гигантским водородным облаком, которое становится колыбелью для рождения сотен новых звездочек деток. Во-вторых, она может быстро расширяться, образуя то, что называется красным гигантом. Это колоссальная вспышка, которая поглощает все ее планеты, сжигает их и разрушает всю систему, оставаясь затем длительное время в расширенном состоянии. После этого она немедленно сжимается, спадает до размеров крошечной старой звезды, называемой белым карликом. То, что ученые обнаружили, вращающийся вокруг Сириусом, и было белым карликом, и это в точности соответствует тому, что говорят догоны. Далее ученые проверили, сколько он весит, чтобы посмотреть, действительно ли это самое тяжелое вещество во Вселенной. Первоначально вычисления, сделанные более 20 лет назад, определяли его вес примерно 907,2 кг на 16 380... Короче, не знаю, что они имеют в виду этим, но ладно. Это, несомненно, то есть на 16 кубических сантиметров 907 килограммов. Это как 1 тонна на 16 кубических сантиметров. Несомненно, может быть квалифицировано как тяжелое существо, но сейчас ученые знают, что это была чрезвычайно заниженная оценка. По новейшим данным, его вес составляет примерно 1,5 миллиона тонн на кубический дюйм. Если оставить в стороне черные дыры, это действительно кажется самым тяжелым веществом во Вселенной. Это означает, что если взять кубический дюйм этого белого карлика, который теперь называется Сириусом Б, то он будет весить около 1,5 миллионов тонн. Такая масса могла бы пройти абсолютно через все, что попадется на пути. Она бы направилась прямо к центру Земли, длительное время совершая колебательные движения взад и вперед в земном ядре, пока наконец трение не остановило бы его в самом центре. Кроме того, когда ученые провели период обращения Сириуса В вокруг большой звезды, Сириуса А, то обнаружили, что составляет 50.1 года. Это абсолютно не могло быть совпадением. Уж слишком близкие и слишком реальные данные. Каким же образом первобытное племя имело такую детальную информацию о звезде, параметры которой смогли измерить только в этом веке? Новые данные. Магнитар, магнит плюс звезда, был обнаружен совсем недавно. Это нейтронная звезда, которая вращается со скоростью 200 оборотов в секунду, генерируя огромное магнитное поле. 27 августа 1998 года ученые обнаружили эффект, описанный ими как звездотрясение. По аналогии с землетрясением, их инструменты уловили радиоволны от CGR-1900 плюс 14. На семи космических летательных аппаратах радиация вывела из строя детекторы гамма-излучения, что послужило причиной закрытия двух из них, включая летательный аппарат Near Earth Asteroid Rendezvous и встреча астероидов в околоземном пространстве. Но это только часть информации догонов. Они также знали обо всех остальных планетах нашей Солнечной системе, включая Нептун, Плутон и Уран, которые мы обнаружили сравнительно недавно. Они знают точно, как эти планеты выглядят, когда приближаешься к ним из космоса, что мы тоже узнали совсем недавно. Они также знали о красных и белых кровяных слезах и обладали разного родной информацией о физиологии человеческого тела, которую мы получили не так давно. Все это в первобытном племени. Естественно, туда послали группу ученых, чтобы расписать догонов, каким образом они все это узнали. Возможно, это была ошибка тех исследователей, потому что они не признали, что догоны действительно обладали этой информацией, но должны были признать и способ получения информации. Когда же спросили, как вы узнали это, продаконы ответили, что им это показали на стенные рисунки в их пещере. На рисунках видна спускающаяся с небеса и приземляющаяся на три ноги летающая тарелка. Она похожа на знакомую нам форму. Затем на рисунках видны существа с корабля, которые копают большую яму в земле и заполняют ее водой. Затем выпрыгивают из корабля в воду и подходят к кромке воды. Эти существа выглядят очень похожими на дельфинов. Может быть, они были дельфинами, но мы не знаем наверняка. Затем эти существа начали общаться с догонами, они описали, откуда они прибыли, и передали племени догонов всю эту информацию. Ученые, услышав это, так и сели. В конце концов, они сказали, «Мы не слышали этого, поскольку это никак не укладывало систему их знаний. Ученые загнали эту информацию куда-то в темный угол своей памяти. Мольшинство людей, включая ученых, просто не знают, что делать с такого рода фактами. Существует масса информации, подобной этой, с которой мы просто не знаем, что делать, поскольку мы не можем найти способа интеграции этой необычной информации с тем, что мы, по нашему мнению, знаем, мы просто откладываем ее в сторону, потому что если мы ее не примем, то наши теории, как вы понимаете, не работают». Блин, потому что если мы ее примем, то наши теории не работают. Кстати, это еще одна причина, почему мне не нравится образование в школах. Период с 1912 года до 1990 года это, возможно, один из важнейших периодов в истории Земли. В 1912 году начались как эксперименты с путешествием во времени, так и эксперименты между внеземными существами, серыми The Grace и людьми. В 1990 год был первым годом после завершения работ по созданию решетки Вознесения для нашей планеты, и многие другие события произошли в этот период. Тот факт, что настенные рисунки догонов точно указали на этот период, совершенно явно может рассматриваться как пророчество.